Крики о помощи, вой сирены, людская суета. Как в такой обстановке не растеряться и правильно оказать первую помощь? Ответ знают студенты из спасательного отряда Академии гражданской защиты МЧС. По приглашению центра «Навигатор» молодые люди приехали к сверстникам из Щелковского колледжа на форум волонтеров «Умея помогать». Люди, когда попадают в какую-нибудь ситуацию, где другим, таким же людям нужна помощь, мы с вами не знаем, что делать. И, собственно, наш проект нужен для того, чтобы обучать, как действовать в таких ситуациях. Мы погружаем в условия чрезвычайной ситуации, чтобы ребята на себе прочувствовали, каково это, как это страшно, и уже были готовы, если в жизни произойдет что-то подобное. Анастасия, выпускница Академии гражданской защиты МЧС, впервые рассказала о своем социальном проекте «Дом катастроф» на молодежном арт-фестивале «Таврида» в прошлом году. Получила грант от Росмолодежи и теперь по своей методике реалистичного погружения в обстановку ЧС обучает школьников, студентов, юнормейцев. С щелковцами познакомилась на форуме «Я гражданин Подмосковья». Сама не раз спасала жизнь подросткам, пытавшимся решить проблемы с суицидом. Искусственное дыхание мы рот в рот не делаем никогда. Запомните. Анастасии помогают четверо студентов из этой же Академии. Они выступают в роли статистов, воспроизводят сценарий поведения пострадавших при ЧС. Сегодня у нас было несколько этапов. Это психологическая помощь, когда человек находится в агрессии. Потом первая помощь – оказание сердечно-легочной реанимации. И третья – это наложение шины при механической травме конечности. Также потеря сознания была. В настоящий момент это наиболее распространенная травма, которая приходится на нынешние дни. Болевой шок, перелом и другие чрезвычайные ситуации в них попадают люди. Сейчас молодые люди отрабатывают свои умения. Конечно, знаний недостаточно. Но главное, что они интересуются этой проблемой. И ведь несчастье может случиться с каждым. Как наложить шину из картонной коробки, успокоить человека, получившего эмоциональный шок, эти и другие моменты ребята обсудили в формате практикума. Проговорили ошибки, чтобы однажды, оказавшись в стрессовой ситуации, не растеряться и предпринять нужные действия. Михаил Налётов, Щёлковское телевидение.